Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». В студии с вами Ирина Чекунова, а теперь представляю гостей сегодняшнего эфира. Итак, прошу любить и жаловать. Дмитрий Сергеевич Сошин, курсант третьего курса военной академии имени Жукова. Дима, добрый день. Здравствуйте. Дарья Андреевна Дугина, курсант второго курса военной академии имени Жукова. Даша, здравствуйте. Борис Швецов, слушатель Центра довозовской подготовки «Призыв». Борис, добрый день. Добрый день. И руководитель, у кого уже бывший, у кого настоящий, нашего молодого поколения сегодня, это Игорь Маркович Пивницкий, руководитель единственного в России Центра довозовской подготовки «Призыв». «Призыв», кандидат военных наук, полковник, правильно, Игорь Маркович? Да, правильно. Но я хочу пояснить, вы сказали, бывших. Вот это потому, что вот эти ребята тоже в прошлом выпускники учебного центра «Призыв», поэтому я для них бывший. Ну вот я и говорю, но это вы опережаете события, что называется. Сейчас они все сами расскажут. Уважаемые друзья, Россия с 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по защите Луганской и Донецкой народных республик на Украине. Сегодня особо остро встает вопрос о профессии, как сказано в одном известном фильме, Родину защищать. Что это за профессия? Что за поколение мы вырастили? И есть ли кому сейчас защищать Родину? Вот сегодня давайте поговорим об этом. И учит этому, этой профессии, основам подготовка к этой профессии, тот самый Давузовский центр подготовки «Призыв» единственный в России. В самом деле, Игорь Маркович, больше таких центров в России нет? Да, таких больше нет. Приезжали ко мне товарищи представители из Калининграда, из Екатеринбурга, и дальше из Урала. И когда они знакомились с тем, что мы не просто занимаемся вопросом военно-патриотической работы, не просто это военно-патриотический отряд какой-то, а что это учреждение дополнительного образования, лицензированное, арендующее помещение, ведущее свою бухгалтерию, они отступали и уходили. Мы такие одни. Сколько лет уже центру? Вот около 20, да? И сколько выпускников? У вас выпускники есть, но курсантов нет, как вот я сегодня представляла, ребята. У вас есть слушатели? Ну, как Борис, это слушатель. Да. Нам пошел 20-й год, вот от 20 декабря прошлого года, у нас более 400 выпускников. Когда они учатся, они у нас называются слушателями. Не курсантами, не учащимися, а слушателями. Рано, еще, рано еще, да, быть курсантом? Нет, нет. Нет, как раз мы закладываем очень такой момент, интересный офицерский. Слушателями в военных вузах, называется, офицеры, которые были курсантами, стали младшими офицерами, послужили в войсках и пришли учиться в академию, уже будучи офицерами, слушателями. То есть, называя наших ребят слушателями, мы как бы закладываем в них нашу веру, в их офицерскую перспективу, в их офицерское будущее. То, что после курсанта, отслужив где-то, они придут в академию и станут уже слушателем. Это уже следующая ступень. Это очень мотивировало, на самом деле, в процессе обучения. То есть, каждый раз, когда Игорь Маркович к нам так обращался, у нас внутри прям чувство гордости возникало за то, к чему мы стремимся. И огромное желание достигнуть поставленной цели. Даша, ну вот такое вот чувство гордости. А, наверное, у некоторых девчонок, которые учились с тобой в школе, чувство гордости было. Вот, а я вот, например, королева красоты школы или регион, или что. Или вот я там буду более, что называется, женская профессия. Как вы выбрали эту для себя специальность? Ну, я вдохновилась примером своих родителей, дедушки. И поэтому, ну, было несложно. У меня как бы были еще пути, куда пойти. Но все-таки именно воспитание, мотивация, как бы меня привели к этому выбору. В армии служат умные люди. В школе учились хорошо, Даш? Да. Четверки, пятерки. А у нас Дмитрий? Да, я на отлично закончил школу с красным аттестатом, с золотой медалью. И, в принципе, стараюсь не терять этот хват по учебе и уже находясь в стенах академии. Вот у нас отличники, хорошисты. Это мы говорим тем, кто слышны сейчас такие вот реплики от некоторых и жителей регионов, соседних регионов и запредельных стран, что идут только те, у кого чего-то не получилось в жизни. Ведь это же не так. Нет, это совсем неправда. В нашей академии очень много людей, которые целенаправленно туда идут, стремятся к достижению своей цели стать военным. Не один год. И, в принципе, этот пыл не угасает на протяжении всех тех лет обучения в академии. И только лишь возрастает. Хочется уже наконец-то выпуститься, пойти в войска, ослужить, сделать хорошую карьеру. И потом вернуться опять в академию, чтобы получить уже высшее военное образование и начать командовать не маленькими подразделениями относительно, а достаточно большими. И нести ответственность уже за большое количество людей, техники. Курсанская жизнь как вам дается? Вы такой жизнерадостный человек. Тоже многие говорят, что казарму убивают. Да нет, ни в коем случае. Это же наоборот весело. Ты постоянно находишься в довольно тесном, дружном коллективе. Тебя окружают постоянно они, те же люди. Они обязательно тебя поддержат в любой из ситуаций, которые только могут возникнуть. Даша, а девчонок много вообще учатся? Ну, девчонок на каждом курсе учатся по 30 человек. То есть набор маленький, но как раз-таки за 5 лет из нас делают настоящих специалистов. Ирина, можно я на секунду? Да, конечно. Вот смотрите, вы спросили, казарму убивают. У нас в нашей практике существует такая поездка в Ярославское училище противовоздушной обороны. Вот ребята ездили, где они сутки живут в курсанском подразделении. Вот совсем свежий пример. Мы только что съездили в Ярославское училище, и Боря там жил сутки. Как твое впечатление, убивает казарму или нет? Ну, Боря еще не пожил сутки. Это не несколько лет, да? Мы еще у Бори спросим. Но, тем не менее, первое впечатление как? Ну, нет, ни в коем случае не убивает. Это интересный опыт. То есть вы все вместе живете, получается, просыпаете в 6 утра. Ну, поначалу, конечно, будет немного сложно, но организм привыкает к этому. Ну, по этому графику, да, жить непосредственно? Да. Пока что будет в первое время сложно, потом намного легче, организм привыкает. А Борис, какой класс у вас? Сейчас 11 класс. Сейчас 11. То есть уже в этом году вы определяетесь, будете поступать? Я уже уверен, что я буду поступать. А поступать куда? В Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. Ого, уже выбрали для себя. Да. Выбор большой, вообще, вот так вот, Игорь Маркович, у ребят, вот, они пришли к вам, вы их готовите, вы рассказываете, что их ожидает, а куда поступать уже, решать ребятам? Вот, ребята, подскажут, вот, когда их выпуск был, да, ребята поступили у нас в 12 военных вузов. 12 военных вузов. 12 военных вузов перед вами, да, было? Нет, перед ними было 35. А, поступили в 12 наши выпускники. Когда они пришли, когда они пришли, ну, в основном, выбор ограничивается несколькими вузами Санкт-Петербурга, естественно, нашей академии, а потом их глаза начинают открываться, вот, они понимают, к чему они более предрасположены, и начинают поступать в те вузы, к чему они больше, так сказать, на что они больше ориентированы. Кстати, специальность какая, Даша, у вас будет? Если очень коротко, то инженер-программист. Ага, инженер-программист. Да. Специальность, конечно, сейчас востребованная. А, Дим, а у вас? А у меня инженер-программист. Это инженер-программист. Ну, если же опять все коротко. Ага. А что, Боря, какая специальность вас ждет? Я планирую специальные радиотехнические системы. Ого. Ну, я добавлю, специальные радиотехнические системы, это название профессии в рамках государственного образовательного стандарта. А в рамках государственного образовательного стандарта они там готовят, вот, по этой специальности, порядка пяти военных специальностей. Боря – будущий ракетчик. Профессия для нашей армии очень важная и необходимая. С чего все начинается? С какого класса вы приходите в школу? Вы же приходите в школу, Игорь Маркович, как в системе профориентации. И рассказывайте, что есть, кто хочет поступить, есть такая возможность вас подготовить. Да, да. Вы знаете, вот система профориентации, которая реализуется нашим центром, мы два направления основных. Это подготовка к поступлению, это образовательная деятельность и профориентационная деятельность. И вот, в частности, помимо визитов в школу, мы проводим в городе три городских мероприятия для молодежи. Это первое для девятиклассников – выбери свой личный путь воинского служения Отечеству. Второе, и вот ребята активно участвовали, это выбери профессию офицера, когда приезжают нам где-то 15, ну, 14-15 вузов внешних. Естественно, местные вузы. Вот когда мы для ребят города презентуем порядка 12 вузов, даем возможность близко контактировать. Как она на глаза разбегается, да, везде хочется. И потом уже, вот, ребята, однозначно участвуют, и Дима, и Даша. Это информационно-методическое мероприятие проводим с 11-классником, которые уже выбрали для себя профессию офицера, когда мы конкретно им помогаем, как подготовиться информационные источники, работа с психологами, содержание, поступление, да, вот, Даша, в этом году ты активно работала. То есть мы целенаправленно ребят привлекаем к профессии офицера и помогаем им достичь вот этой цели поступить. Игорь Матвич, я вас сейчас прерву, я вас прерву, мы прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в эту студию, не переключайтесь. Итак, мы продолжаем рассказывать вам, уважаемые земляки, о том, как же у нас получить профессию военного в Тверском регионе, и кто помогает нашим ребятам выбрать эту святую профессию, Родину защищать. Значит, начинайте со старшими классами работу. С девятыми классами начинаем работать. С девятыми классами. Девятый, десятый, одиннадцатый класс. Три года дети, школьники приходят в Центр довозовской подготовки призыв. Нет, 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 это общегородские мероприятия, которые мы проводим на базе молодежного центра, на базе Дворца культуры Химволокно. Это вот три основных, две основных наши точки. А непосредственно когда начинаются занятия в Центре? Занятия в Центре начинаются с 1 октября и проходят общеобразовательный цикл 7 месяцев и плюс 2 месяца физической подготовки. Последний год, одиннадцатый класс, да, я так поняла? Это непосредственное занятие. Одиннадцатый класс и выпускники колледжа. И выпускники колледжа, да? Борис, у вас одиннадцатый класс, учатся много вместе с вами ребят? Ну, достаточно много. Вот сейчас, в эти минуты, что называется? 20 человек сейчас учатся. 20 человек, это набор, это нормально. Вы работаете с 20 школьниками? Нет, вы знаете, из-за пандемии мы все время набирали две группы, А из-за пандемии нам сложнее донести нашу информацию до школьников. И сейчас, вот два года подряд, мы набирали только одну группу. А обычно это две группы? И все стопроцентные поступаемости в вузы военные? Нет, не стопроцентные, но очень высокие. Почему не стопроцентные? Прежде всего, ребята некоторые не проходят по здоровью проверку. Ну, сейчас-то давно уже эта проблема, да? К сожалению, тут же нужно крепкое здоровье иметь, да? У вас все проверяют вообще досконально, да? А потом же, это же физподготовка огромная у нас. Да, там физические нагрузки ежедневные, плюс потом многие курсанты, есть у нас день донора, то есть мы можем сдавать кровь, и для этого тоже нужно крепкое здоровье. Да, для этого нужно здоровье. Поэтому нужно, поэтому такой строгий отбор. Приходят ребята крепкие, ну, например, плоскостопия, как я говорю, полтора. И уже не берут. Почему? Вроде здоровый, крепкий мальчишка, а это пролонгированная болячка. То есть она сейчас не оставляет его крепким парнем, а через пять лет у него будут головные боли, боли в ногах и так далее. Вот поэтому основное у нас, это ребята не проходят по здоровью, которые, значит, в сто процентов наших не попадают. И вот это поездка в Ярославль. Поездка в Ярославль, у нас, кстати, один мальчишка отказался в этом году. После поездки, когда увидел, какие условия жизни ожидают? Да, да, отказываются. И вы знаете, что я к этому отношусь с пониманием. Одна из основных целей поездки в Ярославль, это чтобы решение ребятами было самостоятельно принято. Чтобы не получилось так, что когда он пришел в этот вуз, так, и ему становится страшно, куда же я пришел? Вот, поэтому это нормально. Самостоятельно вы сказали, Игорь Маркович, а вот, Борис, родители здесь какое-то влияние на вас оказали вообще? Почему решили выбрать профессию военную? Может быть, родители настаивали, вот, четыре года говорили, ну, что сделать, буду военным? Нет, ни в коем случае не настаивали. У меня отец военный, ракетчик. Еще с детства у меня появилось желание, вот, я у него постоянно спрашивал, а чем ты занимаешься? То есть он мне рассказывал, у меня постоянно вот эта вот любовь появлялась, потом вот, мне нравится эта вот форма, дисциплина. Где-то вот, ну, как-то в итоге это все пришло в то, что я планирую поступать теперь в военное училище. Уже кто-то в семье в военном училище учится? Да, у меня есть сестра, которая сейчас уже на втором курсе в нашей Тверской военной академии, и она также является для меня примером. Это тоже курсант нашей военной академии Немежукова, да? Да. Даш, вместе с вами? Да, я ее командир отделения. О, Даша командир отделения. Вот что-то вы ищете, хотите фотографии нам показать, да? Я хочу показать, когда-то, знаете, когда мы здесь были с курсантами из Севастополя... Да, 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 мы год так начинали. Мы этот год начинали в этой студии, в гостях были курсанты из Севастополя. Ой, я прошу прощения, я вот эту фотографию не взял. Я хотел показать фотографию Даши двое на последнем нашем занятии по физической подготовке. И Маше, вот сестры Бориной. Ну, вот, к сожалению, к сожалению. Вы знаете, Ирина, вот я хочу, чтобы немножко правильно поняли, когда я говорю, чтобы самостоятельно приняли решение, это в определенном смысле, да, это наша работа, мы, ребят, ведем к выбору этой профессии. Но в определенном смысле поездка в Ярославль – это точка вот этого процесса выбора. То есть мы говорим, как хорошо, как здорово, цели, славная жизнь, духовное начало, хорошие материальные там какие-то моменты, но мы их привозим в Ярославль, они живут в казарме, я нахожусь далеко, хотя тоже живу в казарме. И они общаются с курсантами, живут, подъем, отбой, вот, и в итоге сами принимают решение, в итоге принимают сами решение. Вот это вот, а как вам, кстати, вот, жизнь в казарме тоже, вы же здесь в Тверске, дом рядом, да, и каково оно? Но это не значит, что если рядом дом, то можно там к восьми прибегать, да, потом сесть на автобус и уехать, да, домой ночевать. Конечно, это абсолютно не так, ведь есть распорядка, в котором живет, в принципе, подразделение, в котором ты обучаешься, ну, то есть курс, и там каждую минуту буквально прописано, что необходимо делать. Ну, в принципе, спокойно к этому относишься, ведь с годами, да даже уже после первого месяца... С годами, это, говорят, курсант третьего курса, всего пять, да, у вас? Всего пять, да, всего пять. Ну, это уже, да, с годами. В принципе, уже привыкаешь, спустя вот первый месяц, когда проходит так называемый курс молодого бойца, и там, в принципе, вообще целый месяц нет никакого выхода ни в город, никуда. И вот здесь уже непосредственно понимаешь, кто ты, зачем ты пришел, что от тебя хотят. Вот, и на протяжении следующих лет уже как-то спокойно к этому относишься, и все нормально. А что самое тяжелое, Дим, для вас было, вот так вот, при начале учебы? Вот это вот казармин, называется, или вставать в шесть утра, или подчиняться, вот жить, что называется, по уставу? Ну, я даже не знаю, не помню, чтобы испытывал каких-то трудностей вот прямо поначалу. Ну, скорее всего, изначально вот прямо было немножко совсем буквально трудно. Поломало, да? Да, 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 немножко. Проходить все испытания, например, полевые выходы, все-таки там это связано с большой физической нагрузкой, с эмоциональной нагрузкой, да. Это тяжело реально. Ну, это очень интересно, то есть нам дают возможность прочувствовать это все на себе. То есть мы отрабатываем там, как мы разворачиваемся, там, боевые порядки и все такое. То есть это прям как будто у нас там в реальности происходит. Вот. И еще у нас мужчины живут только на первом курсе в казарме, а далее нас всех заселяют в общежитие уже. А, то есть уже в общежитии нету такого казарминого. А сам распорядок дня остается такой же. То есть почему всем поступающим первое время тяжело? Потому что им ежедневно приходится вставать там в 5 утра, в 5.30, чтобы все успевать. И постоянно происходит как бы перестройка организма, то есть зарядка, потом учеба. То есть до этого такого не было. И когда человек к этому привыкает, то потом уже значительно легче становится. Жить по распорядку и питаться по распорядку, да. Как здоровый образ жизни, можно сказать. Как поход, когда уходим, да, мы возвращаемся. Ты месяц ешь, только все по граммам, да, все четко и физическая нагрузка. Здорово? Можно немножко? Да, да. Не по теме. Когда вот мы в прошлый раз встречались здесь с ребятами из Севастополя, вы меня спрашиваете, как вот таких красавцев, богатыри готовите? Да, да, да. А сейчас я хочу сказать, а мы еще и красавицы. Красавицы. Вот, я говорю, наши уважаемые земляки посмотрят, скажут, ничего себе. И, наверное, проблема с будущей семьей не возникнет. Я думаю, все. Вы дружно вообще живете? Еще у нас красавицы. Достаточно, да. Вот такие вот у нас. Вот сейчас покажу, может быть, вот нам тут нацелят. Вот такие вот фотографии Игорь Маркович привез. Кстати, там есть чем заняться в свободное время. Да, конечно. Ну, как проходят, в принципе, обычные распорядления курсанта. В 6 утра подъем, после зарядка, после убытия в академию, где происходит, ну, прям пища-завтрак. А далее утренний развод, где ставят задачи на день, проводят какое-то небольшое информирование. Далее начинается занятие. Три пары ежедневно, включая субботу. Три пары. Да. Ну, как в УЗИ. Ну, хотя у нас там и по 5 было пар, но мало ли. Ну, распределено. Да, да, да. Наверное, нет такого, что было каждый день. Перенагрузки такой вот нет. Уже привыкли. Нет, конечно. Ну, а вот после трех пар обед и далее начинается самостоятельная работа. Это, в принципе, такой элемент распорядки дня, когда курсант сам готовится к предстоящим занятиям. Он может посидеть в библиотеке, либо в классе поучиться к следующим дням. Но также можно, например, если какой-то спортсмен, хочешь заниматься спортом, вступить в какую-нибудь сборную. То есть секции там есть? Да, конечно. Есть также для умных людей тоже олимпиады по математике, информатике. Ну, это я говорю про нашу академию. Ну, там он и лукты, я так поняла, и нету тоже. Ну, это про тех людей, которые именно хотят развиваться в этом направлении и прямо живут этой математикой, либо информатикой. Ну, а так также в нашей академии достаточно большое количество секций спортивных, более 20. И, по идее, на каждого абсолютно спортсмена, если есть желание, найдется место. Ну, художественная самодельность. Художественная самодельность, спеть, плясать, по-моему, кто-то играет на музыкальных инструментах. Ну, тоже это развито, и можно без проблем себя попробовать. Если понравится и затянет, то заниматься этим прямо до выпуска хоть. И вот так сейчас, я думаю, Боря вас слушает, да, и еще более укрепляется. Я пойду, да, но, наверное, в том ВУЗе, который вы выбрали, наверное, мало чем будет отличаться, просто специальность будет другая. Там ВУЗ суровая. Я сам ракетчик, поэтому я вам скажу, что мы ракетчики, более суровые люди. Мы ракетчики, более суровые, да. Ну, вы к этому, Боря, готовы, да? Как сейчас себя готовите, может быть, физически? Может быть, чем-то занимаетесь? Ведь в центре призыв еще дополнительно занимаются подготовкой, натаскиванием, может быть, физики, химии, математики, что там надо? Ирина, мы не натаскиваем, мы учреждение дополнительного образования, у нас большой курс физики. Вот Даша, выпускница гуманитарной гимназии, шестой, вот она прекрасно сдала физику, пройдя у нас подготовку, 84 часа, математика, русский язык. То есть мы не натаскиваем, мы учим, математика у нас преподает доктор наук. Ну, я так сказала, натаскиваете, но это все равно дополнительно к тому, что дают в школе. Вы знаете, если говорить о физике, то можно сказать, что школа немножко дает физике, а вот настоящую физику мы даем. Мы даем, да? Кстати, центр призыв вам помог, вот насколько, ребят? Да, безусловно. Во-первых, непосредственно подготовиться к этим вступительным испытаниям, сдать ЕГЭ, сдать физическую подготовку, вот в первую очередь физическую подготовку, потому что Игорь Маркович, ну, я не совсем спортсмен, будем уж честны, Игорь Маркович меня на протяжении всего года нацелил. Хотя вот сейчас вот не скажешь, да, Игорь Маркович? Да, сидит такой подтянутый молодой человек. Игорь Маркович меня на протяжении всего года нацеливал на то, чтобы я точно там мотивировал на занятия спортом. Ну, и, в принципе, я сдал на 100 баллов при поступлении. Отлично. Каждую неделю проходили занятия физической подготовки. Игорь Маркович приглашал также выпускников учебного центра призыв, и они рассказывали про свой путь, как бы, что они прошли, какие у них, оправдались ли их ожидания, это тоже очень мотивировало. То есть очень интересно было еще до поступления узнать, как проходит у них утренняя физическая зарядка и испытать это на себе. Кстати, они потом, у нас такая физическая подготовка. Каждую неделю по воскресенью мы проводим тренировку, но это как бы не плановое занятие, вот ребята на энтузиазме. Боря у нас часто является руководителем этой тренировки. Ребята в качестве руководителя тренировки выступали, это у нас традиция такая. А два последних месяца мы конкретно занимаемся физической подготовкой, три раза в неделю, плановые занятия. И знаете, я хочу сказать, не говоря о встречах с ребятами, у нас такая практика встреч не только на спортивной площадке. К нам приходят ребята-выпускники, офицеры, курсанты, вот это очень интересно. Кстати, говоря о выпускниках, у нас в этом году абсолютно такая уникальная, интересная сложилась ситуация. У нас есть летчики, которые летают на дальних бомбардировщиках, вот и один командир, майор уже. Выпускники призывали. Да, наш выпускник. Слово за слов, он говорит, а вот со мной Максим летает. Вот, то есть командиром летает майор наш, а вторым пилотом улетает у нас тоже наш выпускник у него. То есть в одном экипаже объединились двое. Вот Женя, фамилию, естественно, называю майор, и Максим. Максим, его мама, кстати, в Тургиново зам по воспитательной работе в школе работает. Как, Борис, как у вас взаимоотношения в коллективе? Вы сколько, как часто занимаетесь сейчас в неделю после школы, приходите в призыв заниматься? Ну, три раза в неделю у нас учебная, то есть русский, физика, математика. И один раз в неделю это у нас физо. Физо, да? Сочетать не тяжело вот так вот вместе? Хотя многие ходят дополнительно чем-то тоже заниматься. Тем же, какую-то спортивную секцию или куда-нибудь за дом культуры, да, петь или плясать. Здесь непосредственно нацеливание на результат. Ну, конечно, да. Конкретно те три упражнения, которые надо будет создавать, да. Самое тяжелое, Борис, для вас что? Вот так вот при подготовке, вот сейчас вот, может быть, на чем-то боитесь? Вот это вот сложно будет сдать, думаете про себя? Готовимся, сдадим. Такое, да? Все получится. Пацан-кремень. Кстати, занятия по тем же самым предметам, спортивной подготовки, у вас существует штат? Да. Ну, вернее, не штат. У нас работают преподаватели по гражданско-правовым договорам. Угу. То есть у них основная работа. Ну, то есть это не вы один там. Конечно. И бегаете сначала, я проведу математику, потом физик, потом быстро переодеваемся. Вы знаете, может быть, вы вырежете то, что я сейчас скажу. Когда меня спрашивают, Игорь Маркович, а вы кем работаете? Я отвечаю, я работаю большой дубиной. То есть преподаватель, математика, физика, русский преподаватель, физическая подготовка, преподаватель. Я организатор, я руководитель всего этого процесса. Борис, мне бы хотелось услышать и вас. Вот у вас все еще впереди, поступление впереди. Я желаю, что вам поступить обязательно, чтобы все ваши мечты сбылись. Что бы вы посоветовали ребятам, нашим землякам, что почему профессия военного – это то, что нужно? И что в призыве готовят хорошо? Ну, в призыве мы же все планируем поступать в военное училище. То есть у нас все, у всех получается цель одна. Мы друг другу поможем, поддержим, то есть в любой ситуации. Именно эта общая цель, она их как бы сплочает и придает сил и уверенности в том, что они смогут ее достигнуть. Вы знаете, Боря так, ну, немножко, может быть, робко сказал, молодой мальчишка. Еще он сказал очень важную вещь, что у нас коллектив, у кого, в котором у всех ребят вектора направлены в одну сторону. Вот каждый год мы в январе проводим встречи наших выпускников, когда больше приезжает, когда меньше. Вот Даша в этот раз у нас не пришла, поэтому не такая яркая, красивая фотография. Вот это 6 января была у нас встреча, два дворца культуры, химолокно. Это ребята предыдущих лет пришли, те, которые сейчас учатся. Большая семья. Вот вы, кстати, хорошо сказали, Сережа, пятикурсник наш, когда-то сказал, Игорь Маркович, ну, мы же маленькая семейка, но вообще маленькая семейка, уже больше 400 человек. Больше 400 человек, да, ничего себе. И такие профессии представлены, что это мощь. Широкий диапазон. Это спецназ, это морская пехота, ну, конечно, прежде всего представители вуза военно-технического профиля, наша академия. В нашей академии 95 выпускников учебного центра призыв отучилось и учится в настоящем мире. 95. А в Ярославском училище, где я имел честь руководить, кафедрой в частности, только 50. У нас большая диаспора, Академия связи, Михайловская артиллерийская академия, ну, еще ряд вузов, где понемногу, скажем так, наших ребят учатся. Но у вас тоже из разных регионов, да, ребят? Со всей страны абсолютно. Со всей страны, да? Есть из Камчатки даже люди. А вот что можете сказать родителям, чтобы отпускали, не боялись отпускать своих детей в военный вуз? Дедовщины нету? Конечно нет, не стоит бояться ни в коем случае. Командование, в принципе, смотрит за всем, что происходило, все согласно уставу. Не было никакой, как, ну, вырослили дедовщины. В принципе, она, ну, искорение нам, будем честны. Нет такого, чтобы кто-то недоброшелательно относился по отношению к своему однокурснику. У нас есть месячники, сплочения, то есть ежемесячно организованы различные мероприятия, в связи с которыми мы как бы становимся дружнее. И мы понимаем, что мы один коллектив, у нас даже какой-то вот конкуренция какая-то возникает между группами. Но это все, опять-таки же, в дружественной обстановке, то есть как бы один курс, как большая семья. А я помню, раньше, например, были вот такие вот дискотеки, вечера отдыха, где можно потанцевать, провести. Время такое есть? Сейчас такого нет. Сейчас такого нет. То есть вечера, вечера отдыха, вот Новый год, возможно, какой-то бал, как это теперь называется, я не знаю. Такого нет, да? Где вы можете вместе просто провести время, а под музыку отдохнуть. Ну, концерты. Вот у нас организованы концерты в честь праздников, там, как Новый год, 23 февраля, 8 марта. Вот. И именно на них курсантам предоставляют возможность показать себя. То есть если человек умеет хорошо петь, он может выбрать любую песню, там, или сыграть какую-нибудь композицию на фортепиано. Я, например, занималась танцами, я танцую, то есть. И, наверное, коллектив есть, да, кто может вам потанцевать? Вы знаете, я недавно был настолько растроган, я пришел на день открытых дверей в академию, которая проходила, вот, и вдруг из-за кулис вылетают две очаровательные птички. Это Даша и Алина в гражданской одежде, в платьях, такие красивые. Вот. И они потом перед теми гостями, которые пришли на день открытых дверей, с разных, ну, в общем, европейская часть, прежде всего, были. Вот они танцевали. Даша, вот, Алина, еще одна девочка. Вот три пары танцевали прекрасно. Было очень приятно смотреть. И мое отцовское сердце расплавилось. А, Борис, а у вас девчонки есть в группе сейчас? Да, у нас есть девушка одна. Одна только девушка, остальные пацаны, да? Да. А она куда хочет поступать, не знаете? Ну, вроде бы в наше, сейчас не помню. А вообще, вот так вот, ну, в нашу военную академию, да, вы выбрали в нашу военную академию Нижукова, потому что ты рядом с домом все-таки. Родителям не нужно далеко ехать, чтобы вам пирожок привезти. Нет, нет, это было совсем не так. Ну, вот лично меня заинтересовала именно эта профессия, автоматизированная система управления. Это все-таки достаточно большой комплекс, который объединяет очень много различных дисциплин. И, ну, я, в принципе, всегда интересовался компьютерами, какие-то физические составляющие. И это, в принципе, здесь могут дать. У меня просто была мечта, большая мечта. Каждое 9 мая я смотрела по телевизору Парад Победы, и просто с замиранием сердца, с гордостью, вместе с родителями мы сидели, смотрели. И однажды я сказала, что вот, очень сильно хочу туда. Но ты же участвовала в Параде Победы в прошлом году. Да, в прошлом году. Я сейчас расскажу. И я настолько сильно загорелась, что сначала подумала, что в Москве Парад Победы — это крупномасштабное мероприятие, и для этого нужно с чего-то малого начать. В 10 классе я участвовала, нашла возможность принять участие в Параде в Твери у нас. А потом узнала про учебный центр «Призыв», пошла туда заниматься. Мне уже там рассказали в учебном центре «Призыве», что девушки нашей академии могут принять возможность, имеют возможность принять участие в Параде в Москве. И я настолько сильно хотела туда попасть, что у меня не было ни дня, ни доли сомнений, что чего-то не получится. Там же подготовка, наверное, очень серьезная. У нас уже началась подготовка. В общем, на первом курсе я осуществила свою мечту. Это, конечно, нереальные эмоции. Но на самом деле идет большое... Мы долго готовимся. То есть подготовка начинается с декабря у нас в городе. Потом мы уезжаем в Москву и там готовимся. На Красной площади идти, конечно, не так просто, как это кажется, но это действительно стоит того. Здорово. Вообще, вот я хотела у Димы спросить. Ведь всегда профессия военного предполагает, что это риск. Это риск. Это на передовой. Это на остри. Было какое-то желание, Дим, у вас? Нет, я, наверное, сменю профессию. Это страшно. Как-то мне не по себе становится, что я буду рисковать своей жизнью. Ведь это же всегда риск жизни, профессия военного, да? Ну, не всегда, но часто. Ну, да, тем не менее, это Родину надо защищать. И защищать ее с кулаками и вооружившись хорошо. Уметь это делать. Конечно, конечно. Нет, не было никогда даже таких мыслей, что следует покинуть возможные ряды вооруженных сил Российской Федерации. Потому что, ну, я изначально любил свою страну, люблю ее, являюсь патриотом. И с малых лет, можно сказать, во мне была заложена любовь к Родине. И все-таки военные должны выполнять задачи по своему предназначению. Предназначение это, в первую очередь, готовность к боевым действиям. Поэтому нет, не было такого ничего. Вот сейчас Дима говорит, мы за этим кругом столом очень часто обсуждали именно тему патриотизма. Тему, если случится вот такая вот какая-то такая критическая ситуация. Будет ли молодежь способна защитить нашу Родину? И я теперь смотрю на этих великолепных ребят. Борь, а у вас-то как вот такой вот стержень? Чем подпитывались? Вы сказали, что у вас в семье уже вот эта вот любовь к Родине. Не напрасно мы все эти годы говорили. Школе этому учат, родители этому учат. Что вас-то подвигло? Ну, у меня есть огромное желание, интерес, вот эта вот любовь. Мне очень нравится, то есть дисциплина вот эта вот форма, техника. Ну, я спрашивал как-то у отца, как это все работает. Он мне рассказывал. Постоянно я этим интересовался, в интернете что-то смотрел. И вот это вот все перешло в желание, то что поступить в военное училище. Какую хорошую работу вы выполняете, Игорь Маркович. Если вот видишь, вот разговариваешь с этими ребятами, как-то на душе легче становится. Ну, тем не менее, вот когда вот Боря немножко отвлекся, для него в его семье, вот защита Родины, я знаю хорошо достаточно семью, старшая сестра училась двумя годами раньше. У них вот эта защита отечества, ну, это абсолютно естественное понятие, иначе быть не может. Равно как и в моей семье, когда-то родители фронтовики. Но вообще у нас есть такая проблема воспитания в патриотическом воспитании. И оно, знаете, иногда раз как даже проявляется. Вот когда я спрашиваю, и дистанционно мы там общаемся, подготовкой проводим, и с ребятами, и в области много работаем. Почему ты выбираешь профессию офицера? И начинают не с того, что хочу Родину защищать. А с чего? А начинают перечислять. Хорошая зарплата, получение, жилья и так далее. То есть, такие... Социальные блага. Социальные блага. И это огорчает. Вы знаете, когда мы начинали свою работу в 2002 году, это завершающие эти кошмары 90-х годов, вот приходили ребята, и почему ты хочешь выбрать профессию офицера? Все говорили, Родину хочу защищать. Так, и только потом начинали говорить о том, что там деньги, кстати, офицеры немного... Другое поколение было. Сколько мы говорили, сколько мы поколений уже потеряли относительно... То есть, нам нужно очень серьезно заниматься патриотической работой. Очень серьезно заниматься патриотической работой. Четко определяться, что такое Родина. Те факторы, определять ребятам, воспитывать любовь конкретно к Родине, а не так формально, как у нас сейчас, к сожалению, очень формально присутствует многое. И отношение к военной профессии. Но мы, к сожалению, сейчас это видим, уважаемые друзья, сколько фейковых новостей. Вот специальная военная операция, которая сейчас проходит, она показала сущность многих людей. И она выявила то, что, кто, чего стоит. Но это, опять-таки, касается конкретной работы с людьми, конкретной работы с молодежью. Я вам скажу так. Вот когда началась эта операция, я с ребятами говорю. Вот, помнишь, Боря, спрашиваю, а вот в школах у вас говорили об этой операции? Они говорят, да. А что говорили? Они говорят, а вот сейчас будет много беженцев, имейте в виду, что среди них могут быть террористы. Я говорю, друзья, а это где-то половина ребят сказала, что об этом говорили. Я говорю, друзья, о военно-политическом содержании этой операции с вами говорили. И только двое ребят подняли руки. Только двое ребят о том, что говорили в школе о военно-политическом содержании операции. О том, что задача вооруженных сил – это спасение русскоязычной части населения, спасение наших Донецких республик, наших признанных уже наших братьев. Об этом не говорили. Вот так. И поэтому... Ну, наверное, вы знаете, как мы... Была когда-то установка, да, предупреждать об опасности терроризма, да? Вот запомнили это и не перенесли на день сегодняшний. Вот как еще можно объяснить? Ну, очень плохо. Это тоже важно, но не перестраивается школа. Что делать с этим? Знаете, военно-политическая оценка должна была продолжаться в рамках той воспитательной работы военного патриотизма. Патриотизма, она должна как бы естественным образом продолжиться. Она не продолжилась. У вас в ВУЗе военном, в Академии, рассказывали вам, выступали старшие товарищи, педагоги. Вы говорили на эту тему, на тему специальной военной операции? Да. То, что сейчас происходит, да? Да, мы... Нам организовывали, то есть мы рассаживались, нам включали обращение нашего верховного главнокомандующего, и мы слушали достоверную информацию о происходящем в мире. Вот Даша сказала слово очень такое важное. Достоверное. Достоверное. Ведь вы же тоже, да, Борисович, интернет, это тоже непосредственная часть вашей жизни. Приходится читать многое. И мнение, наверное, со сверстниками общаетесь, да? Наверняка слышите многое, что говорят. Ну, конечно, да. Приходится как-то отстаивать свою точку зрения в том числе? Ну... Даже, может быть, не точку зрения, образ вашей жизни. Приходится, бывало, что приходилось отстаивать? Что говорили, да куда ты идешь? Да, вот это, Боря. Вот до куда ты идешь? Вот твои товарищи говорили, вот как... Зачем это надо, когда можно пойти торговать автомобилями и будет жизнь, как шоколад? Да нет, такого я не встречал. Нет, никто у вас такое в школе не говорил? Да нет. Вы знаете, что-то удивительное. Мне говорили, что я не смогу, что ты девочка, куда ты идешь. А потом, когда я уже погрузилась во всю эту... Ну, весь процесс подготовки, мне наоборот уже подходила преподавательница и такая... Ну, я думала, что ты сдашься, что у тебя ничего не получится. Правда? Да. Это от кого шли такие разговоры? От сверстниц или от педагогов? Да, от педагогов. От педагогов даже. Потому что я сама по себе больше склоняюсь к гуманитарным наукам, а там у нас идет уклон на физико-математические дисциплины. Ну, вроде бы хотели как лучше. Вроде бы. Вроде бы. Вообще-то странно. Дим, а на вас было такое давление? Нет, ни в коем случае. Ну, попытки какие-то были, что сказать? Ну, это не модно. Кто-нибудь говорил в школе? Ну, я, если честно, уже не помню, чтобы такое вообще, в принципе, было. Ну, Дима для себя решил, такой видоцеленоправленный человек, как и Даша. Вот директор школы Галина... Галина Борисовна. Галина Борисовна. Знаете, очень такая позитивная, хорошая женщина, ориентированная на вот этих ребят, патриотичный, такой замечательный человек. Я уверен, что в 38-й школе никто не отговаривал от профессии офицера. Впрочем, и в первой школе. Да? Ну, по-вашему, вот сейчас нас слушают ребята, которые, может быть, запутались, может быть, они не понимают, что есть правда. Вот у вас есть вот какая-то вот такая прямая, у вас, как у нас раньше называлось, стержень. А вы выработали его в себе, и вы идете по правильной дороге. Что бы вы сказали сверстникам своим, на что не надо обращать внимание, к чему надо идти? В первую очередь нужно думать лишь о том, что необходимо тебе. Вот если есть какое-то определенное решение, и та цель, к которой ты хочешь стремиться, значит, нужно к нему стремиться. Не всегда будут те люди, которые попытаются сломить тебя, переломить. Но вот здесь именно нужно выстоять, возможно, где-то отставить свои интересы и добиться своей цели. Не обязательно даже прислушиваться к ним, можно просто пропускать мимо ушей. Люди говорят многое. Дашенька, ваш совет. Ну, я бы посоветовала слушать свое сердце. То есть у человека должно быть искреннее желание пойти по тому пути, который он выберет. Потому что если это будет кем-то надиктовано, то ему будет очень тяжело. А если это было его настоящее искреннее желание, тогда у него будут силы бороться. То есть он будет ставить себе цель за целью и достигать их. Боря, вот если вот так вот, у нас много выпускников в этом году будет, да, кто какую профессию, все профессии, все работы хороши, выбирай себе на вкус, как говорил поэт. Вы почему бы посоветовали своим сверстникам выбирать именно военную профессию? Ну, я лично полюбил эту профессию, мне об этом рассказывали. Но мне кажется, нужно полюбить, иметь желание и уже стать военным, защищать Родину. То есть это все-таки твоя Родина, как-то ее беречь. Это очень хорошо, что молодежь говорит, вот это понятие Родины вспоминает. Не там, где хорошо кормят, не там, где дороже платят. Ну, а что больше ребят говорил о Родине, вот так, как Боря говорил. Вот надо, вот мы вот этого добиваемся, и вот мы вот здесь сидим за этим круглым столом очень часто и думаем, как расширить эту зону. Эту зону надо расширять, прежде всего, через профориционную работу, такую качественную, серьезную, в которой будут участвовать добросовестно и военные структуры, и военные вузы, скажу, потому что не совсем это они делают компетентно. Вот и военные комиссариаты будут участвовать заинтересованно. То есть, и вот, знаете, когда я работаю с военными комиссариатами, школами, у меня давно зреет мысль, что надо шире привлекать гражданское общество, известное понятие, к решению вопроса привлечения ребят к военной профессии. Когда-то давно комиссаром был полковник Серев, у нас был совет такой общественный по военной профориционной работе. И вот его надо возродить, потому что я владею определенной информацией о желании ребят стать военными. Но, знаете, неофициально, поэтому я говорить ее не могу. Нужно, чтобы в это включилось гражданское общество, которое позволит активизировать деятельность военных органов, системы образования. Вот это одно направление привлечения ребят к этой профессии. И воспитание любви к родине. Вот, казалось, раньше это казалось, это априори, человек рождается здесь, у него уже это чувство любви к родине есть. Ну, нас так воспитывали. Но это, опять же, такие целенаправленные годами воспитания. Которого сейчас, к сожалению, не всегда хватает. Да, а сейчас воспитывают с экранов телевизионных. Вот, конечно, вам большой низкий поклон за то, что вы проводите такие встречи, показываете ребят. Вы знаете, я знаю этих ребят давно, и каждый раз встречаюсь с ними, восхищаюсь ими. Вот, так, что мы сейчас видим с экрана? Какие ценности преподносят ребятам? Это, там, приобретение одежды через какие-то социальные сети, это сживание, это еда. Вот, у нас же нет возможности нормально выступить по телевидению, по радио. Вот, ну как, вот вы предоставляете такую возможность. Зато некоторые, мы сейчас услышали, что некоторые представители масс-медиа, поэты, композиторы и прочие деятели искусства говорят, что нам стыдно быть русскими. Вот как такое случилось? Ну, вы знаете, вот, когда говорят, например, про ребят, вот они плохие, я говорю, они плохие, вообще-то давайте в семью войдем, посмотрим, почему. И вот почему вот эти наши, так сказать, люди, которых мы до недавнего времени глубоко уважали, принимают такие решения? Наверное, что-то мы тоже в плане воспитания, отношения к родине, ответственности за нашу родину, что-то упускаем. Вот именно поэтому мы говорим о воспитании. Именно поэтому. И еще раз, Игорь Маркович, как вас найти, как поступить, кто может к вам поступить? Буквально несколько секунд время эфира, кажется, подходит. Самое простое, зайти в интернет и набрать в поисковике учебный центр «Призыв». Там все про нас написано, и когда занимаемся, и чем занимаемся. И у нас занимаются у нас выпускники 11 классов и выпускники колледжа. Я приглашаю, будем рады вас видеть. Мы наших ребят любим, любим мы вас. Да, любим. Вот приходите, вы станете членами нашей маленькой, на самом деле уже большой семьи. 400 человек, конечно, это уже огромная семья. Ребят, спасибо вам огромное. Удачи вам в выбранной профессии. Вы отличные люди. Спасибо. Боренька, с уважением отношусь к выбору. Желаю победить и желаю поступить. Спасибо. Ирина, разрешите одарить вам на память ту бейсболку, которую мы при выпуске всем ребятам на заключительном занятии дарим. Учебный центр «Призыв». Учебный центр «Призыв». У вас, точнее, форма есть своя, да? Нет. Нет, просто бейсболка. Это просто на нашем заключительном занятии, на память ребятам мы дарим вот такие бейсболки. Спасибо огромное. И хочу обратиться к нашим слушателям. Уважаемые друзья, убедительно прошу вас, не поддавайтесь панике. Мы живем в великой стране, в стране с богатой историей. Не ведитесь на фейковые новости. Идет информационная атака со стороны недругов. И тщательно анализируйте все, о чем вам говорят. А ребятам, если что, советуйтесь со взрослыми. Я надеюсь, что здравомыслящих взрослых у нас достаточное количество. Спасибо вам, друзья. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.